Ну, потому что надо было, они хотели, чтобы, значит, как бы меня приглашали. Но это совершенно коллективный труд. Это помогало Полину вместе, ну, ты сегодня много делала. Это Наталья Шартова много дала материалу. Это Дима, значит, Дмитрий много помогал. А все переводила, совершенно замечательно. Где наша дабора? Дмитрий материал. Вот он, да? Значит, она все переводила на английский язык. Это что-то про тебя сказала, что ты помогала. Так что, значит, вот все принимали участие. И, в общем-то, я должна сказать, что делались мы с большим удовольствием. И, в общем-то, нам всем было очень интересно. Очень интересно посмотреть, что у нас встать. Поэтому сначала, сначала я чуть-чуть, чуть-чуть расскажу, где я была настроить послать. А потом покажу те материалы, которые легли в основу доклада, которые я там докладывала. Значит, Хейджоу, это китайский город. Это Всемирная организация здравоохранения признала, что это центр мирового долголетия. Там за 100 лет живут, и вообще проблем нет. Проблем нет. Правда, китайцев особо не отлечишь? Может, они немножко, как бы, как бы, неправду говорят, что им там по 109 лет, по 107 лет. Ну, по крайней мере, это общепризнанный центр мирового долголетия. Сейчас я вам немножечко покажу. Так. Значит, это Гонконг. Это Гонконг. Значит, это Гуанчжоу. Это юг. Вот он, юг Китая. Юг Китая. И это 300 километров примерно от Гуанчжоу, где находится вот этот вот Хейджоу. Хейджоу. По масштабам Китая это древний. Ну, вообще-то там 2,5 миллиона живет людей. И город, конечно, очень разный. Очень разный. Есть и небоскребы, есть и дома такие. Есть и вот такого типа дома. Здесь будут фотографии со мной. Не потому что хочу показать, я так хочу показать объекты. Но так получается, что это древнее. Но город очень разный. Старый город. Большую территорию занимает старый город. Значит, городу тоже 2,5 тысяч лет. Он старый. И, значит, вот считается одним из старых древних. Вот это вот. Это я просто фотографию показываю. Это наш общий друг. Вот все, кто его знает. Это он председатель Международного географического союза, комиссии окружающей среды и здоровья. Вот его только что переизбрали. Вот как раз это коллега, который в Англии, которым мы работаем и с которым, значит, год есть. Ему 100 лет? Ему нет. Он же уже на месте. Он организует 100 лет. Я бы очень удивилась. Потому что мне казалось, что он еще и молодой. Так. Теперь смотрите. Вот это старые горы. Совершенно фантастическое. Я когда сначала увидела, просто дурно стало. Да потому что же они его тут и стирают, и моют, и воду берут, а тут еще пьют. Не вошло бы. Оказывается, с тех времен вот этот старый город. Представляете, как была сделана система, что можно, вот они уклон, такой уклон, что ничего здесь, как сказать, все безопасно. Здесь они пьют, потом здесь они набирают, вот здесь пьют, здесь они моют, там стирают. И все это вот все вместе. То есть вокруг вот так вот ходило, все это очень интересно. Как они додумались, говорят, они цифры, тоже тысячелетно называют, что это так было. И вот этот город, видите, совершенно, он какой-то такой весь растянутый. И очень много пространств занято такими природными ландшафтами. Вот видите, здесь и лотос, и еще такие цветы. И очень красивые горы, которые окружают. Вообще-то территория, Гуилин, территория известная кастовыми своими такими ландшафтами. Вот такое впечатление, что какие-то декорации, на фоне которых происходит дерево, происходит действо. Я когда нашим физгеографам-зарубежникам сказала, что я иду в район Гуилин, они просто и завидовались. Ну как же такие места, так это можно посмотреть. Ну вот действительно, вот такие горы, вот это все территория Кэджоу. Вот на этом и территорию города. Вот прямо рядом, что здесь могут быть реки, и они что-то делают. Водопады. Очень такой большой город. Здесь я тоже покажу фотографию. Это наша тоже общезнакомая, подруга Ли, которая долго училась в Европе, и сейчас она вернулась. Вот этот не такой молодой, просто молодой выбренный. Этот человек, который нас сопровождал, и вообще стал, ну, очень близким, хорошим. Вот это река. Привет, Анюша. Вот посмотрите, река Лидзя, которая там идет. Вот по ней вот на таких вот ездят, плавают, на таких вот, даже не знаю, как их назвать. И вот такие, это бамбук, который есть. Вот видите, какие действительно фантастические, красивые места. Это бакурун, который ловит рыбу и отдает тем, кто ловит. Ему завязывают ворло, и он, значит, это потом выплевывает. Вот, вот это, значит, вот так. И чуть-чуть окружает город очень много различных, очень много различных, ну, таких используемых. Это королек хрума. Вот и такие все это много. Это сахарный тростник. Вот такой большой. Сахарный тростник. Это чайные плантации. Такой горький чай, пить его просто невозможно. Вот, положим, вот нам. Очень горький. Ну, вот эти вот маленькие листочки собирают, которые используются. Но самая главная фишка, которая в городе, это вот этот символ, который везде, на камне, на домах, везде, 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 в гостиницах. Это долговетие. Lingerity. Вот это, значит, символ долговетия. И буквально везде, буквально везде будут разные такие картинки. Вот видите, есть 106, Е103, Е103, Е106, Е104. Так. Вот. Вот это, видите, показывает, что ей 104 года. 104 года. Не так набитый, такая молоденькая. В общем-то, без морщи даже. Значит, это меня диньегировали. Они очень любят, когда им дарят масло. Не знаю почему. Вот. И мне дали, я вообще не очень хотела заходить к ним лично туда. Там они периодически сидят. Ну, наверное, я там делаю деньги. Но вот это, значит, вот они такие. И что везде? Везде магазины здоровой пищи. Они такие цивилизованные, магазины. Вот посмотрите. И везде показаны карты. Карты есть, географы просто. Где, с какого места, какой, значит, вы продукт можете. Это все район этого хэджо. Посмотрите. Все так упаковано. Все так это. В основном, конечно, в основном какие-то корешки. Какие-то много-много чего-то очень сушеного. Это вот в магазинах таких много-много магазинов. И они все это едят. И вообще тут они едят здоровое-здоровое. Вот видите, вот это все? Ну, потом превращается в какого-то, в какую-то такую съедобную вещь. Ну, вот пища совершенно особая. Ну, вот такого типа, видите, да? Диетическая, как вы видите? Вот эта вся пища, которая там есть, она вся очень диетическая. Там очень много всевозможных фруктов и овощей. Вот это вот на улицах. Причем, они знаете какие? Вот я с тобой сказала. Я привезла с тобой из Москвы нашу большое зеленое яблоко. Вот такое. Которую укусить просто невозможно. Вот оно лежит. По сравнению с их грейцфрутом. И самое главное, что этот грейцфрут такой вкусный, что оторваться просто невозможно. Ну, это хлебное дерево с мандарином большим. Вот, значит, как это все. Ну, самое главное, что действительно, вот к пожилым, так, я это слово повторяю, у них фишка. Вот все у них под эгитой, что у нас очень много долгожителей, и у нас тут очень хорошо жить. Вот это один из домов. Ну, я не знаю, как это все перевести. Типа дом престарелых. Ну, даже нельзя так аналогию провести. Дом престарелых у нас это что-то такое, что обидно там жить. Что у них? Что у них? Во-первых, обслуживающий персонал. Обслуживающий персонал молодежи. И они там работают с удовольствием. Они все работают. Во-вторых, вот это значит, вот они вот, вот меня показывают, значит, вот у них это оборудование, у них какие-то массажные кабинеты, это что они танцуют, вот это, значит, они занимаются, вот это они пишут их иероглифы, телеграфия, это библиотека у них. А вот это вот бабушка с дедушкой, они там семья, они оба со столик, не знаю. Вот они. И пара, они там живут. Это вот руководитель всего этого центра. Значит, как они так. Так, значит, по коридору, по коридору ходит вот такой смешной робот, и когда его спросили, что ты хочешь, ну, я попросила, пусть он поговорит. Что ты хочешь? Мне бы шиколадов сказал. Мне так перевели. Значит, не только, не только люди там долго живут. Да? Коты нет. Пока проготов дальше. Огромное количество деревьев старых. Ну, этот бальян, да, вот фикус. Фикус, если бы пока не сказать. Фикус. Ну, значит, ну, вот этому бальяну, да, 850 лет. Он молоденький здесь еще. И здесь постарше. Вот такие, это типичная картина. Типичная картина в городе. Вот это деревья. Вот этот вот экземплярчик. 1400 лет ему. 1400 лет. И тут дальше, дальше, в моей камере не хватило фотографировать все. Идет, идет дальше. И, значит, тут, ну, поверьте, что впечатление производит, ну, потрясающе. И вот что оказалось, что мы поделились. Никакой-то не вопшоп, какой я рассчитывала, приехала там вообще в маечке. В этом думала, жарко, тепло, но что там вопшоп, свои студенты. Это оказалось все китайские мероприятия. Это форум. Которым было 600 предложенных социальных работников со всего Китая. Специально для этого была сделана гостиница пяти звездочная с окружающим вот таким парком, как китайцы могут буквально за три дня все это делать. Мы приехали на два дня раньше, и мы жили в другой гостинице, и открыли эту гостиницу в день открытия конференции. И все это было чрезвычайно представительно. Вот, значит, это вход. Здесь даже не видно, что это очень большой. Вот, смотрите, международный хеллфтон лоджевитий форум. Ну, вот, дальше видно. Это вот только вход в эту гостиницу. И специально это сделано, значит, вот для этого мероприятия. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...